В рамках союзного государства, а на совещании в правительстве... Очень многие мои бывшие коллеги смотрят на меня, они наблюдают за мной, они слушают, что я говорю. В их душе есть это семя сомнений, и поэтому, может быть, в какой-то решающий момент они выберут правильную сторону истории. Самое главное — не оставлять своих пожилых стариков один на один с телевизором. И вот это самое ужасное, что моя семья свидетельствовала против меня на всех судах. Это практически как мой сын, как Павлик Морозов. Как рыдала моя дочь, она говорила, мама, ради бога, только не умирай. И с тех пор я взяла себя в руки и продолжаю бороться. Расскажите о себе. Меня зовут Марина Овсянникова. В данный момент я, наверное, политический активист. Парижский клошар. Кто еще? В прошлой жизни я была журналистом, продюсером, редактором. Работала в различных российских медиа. Но преимущественно это было телевидение. Вначале региональное в Краснодаре. Там я работала сразу после университета как репортер, как ведущая новостей. У меня была собственная авторская программа. Потом позже я переехала в Москву. Поработала в нескольких изданиях. А потом получилось так, что пришла на Первый канал. И большую часть жизни своей профессиональной я провела на Первом канале. Последнее время это была международная редакция программы «Время». Уже второй раз в своей жизни я беженец. Потому что первый раз я была беженцем. Моя семья потеряла все во время Чеченской войны. И сейчас я точно так же потеряла все, что было у меня в России. И пытаюсь наладить свою жизнь с нуля во Франции, получив здесь политическое убежище. Каким образом вы оказались в Чечне, откуда пришлось бежать в детстве? Я родилась в Украине, в Одессе. Там живут сейчас мои родственники. Более того, в Украине могила моего отца. Потому что сразу после моего рождения произошел несчастный случай. Он погиб. Украинская семья моего отца, она достаточно большая. Половина моих двоюродных братьев и сестер живет в Украине. Другая половина живет в России. После того, как погиб мой отец трагически, моя мама вернулась на родину. Ее семья жила на Урале. А потом это была череда переездов в связи с ее работой. И в какой-то момент мы оказались в Грозном. Ее пригласили работать на нефтехимический завод. Она была инженером, химиком, технологом. После развала Советского Союза начались все эти сложности, межэтнические конфликты. Вот в тот момент, в 1991 году, мы находились в Грозном. И застали уже начало Первой Чеченской войны, когда уже под нашими окнами взорвались бомбы, шли перестрелки. Официально еще война не началась, но ситуация была уже настолько накаленной. И в этот момент моя мама просто бросила все. Все, квартиру, имущество. Мне на тот момент было лет 12-13. Она схватила меня под мышки, и мы уехали оттуда. Это был шок. Наверное, это осталось навсегда в моей памяти, отложилось. И до сих пор я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна. Нет такой причины, по которой можно начать войну. Любые противоречия и конфликты можно решить за столом переговоров. И то, что происходило последние годы в России, когда наше российское правительство постоянно накаляло ненависть по отношению к украинцам, к Украине, и постоянно называла их нацистами, националистами, и постоянно расчеловечила украинцев, и воспитывала лютую ненависть по отношению к украинцам, у русских. Это все происходило на моих глазах последние годы, когда я работала на Первом канале. Почему своей профессией вы выбрали журналистику? Вы знаете, это было золотое время российской журналистики. Это был конец 90-х годов, когда российское телевидение было абсолютно свободным, вся российская пресса была абсолютно свободным. Вы помните, тогда вещал Невзоров, Сорокина, Миткова, все это были мои кумиры, и, естественно, я смотрела на них, хотела работать в журналистике. В тот момент мне казалось, это такой инструмент, который помогает делать жизнь лучше, справедливее, дает тебе очень много возможностей улучшать жизнь, и улучшать эту жизнь на благо людей. Девалюция профессии начала происходить сразу после прихода Путина к власти, начали закручиваться гайки. В тот момент я еще работала на региональном телевидении, я уже прекрасно помню, как из администрации края нам приходили постоянные указания, начинали приходить от губернатора. Были определенные запросы, показывайте губернатора, почему вы не показали губернатора. Как? Сегодня, например, случилась какая-то, я не знаю, произошло что-то важное, очень важная конференция, авария. Обычно выпуск новостей начинается с самого важного. Но из администрации края постоянно приходили звонки, что каждый выпуск новостей должен начинаться только с губернатора. На тот момент это был Александр Ткачев. Естественно, внутри меня все протестовало. И в конечном итоге я думала, что раз на региональном телевидении настолько душная атмосфера провинции, настолько сильно уже чувствовался диктат губернатора, я думала, что в Москве, возможно, это будет иначе. Но придя на Первый канал, я ощутила практически то же самое. Рядом с именем Путина нельзя было ставить никакой негативной информации. Это было еще начало 2000-х годов. В 2009 году, когда произошла вот эта вот рокировка, Путин в качестве своего преемника выбрал Медведева. И то же самое из администрации президента приходили указания, что обязательно нужно поставить информацию о Путине и о Медведеве в начале выпуска и обязательно показать Медведева. Все эти распоряжения из Кремля, они усиливались, они приобретали в какую-то чудовищную форму. Вы, наверное, прекрасно помните, когда история с запретом усыновления российских детей американцами, это история с Димой Яковлевым. Нас заставляли искать случаи расправы, случаи какого-то там, я не знаю, насилия над российскими детьми в Америке. Это был целенаправленный поиск, понимаете, кампания на то, чтобы очернить американцев, которые усыновляют российских детей. Потом была война 2014 года, вторжение на Донбасс, когда приходили распоряжения, что ни в коем случае российских войск на Донбассе нет, это вот какие-то повстанцы. Но мы прекрасно знали, что российские войска есть на Донбассе. Как вы разрешали для себя это противоречие? Когда Путин пришел к власти, я, честно говоря, его поддерживала. Я была сторонницей его. Мне казалось, что вот это действительно сильный человек, который сейчас наведет порядок, который борется с террористами. Ну, в принципе, я была так же очарована, как и многие из нас, этим человеком. Но постепенно этот когнитивный диссонанс, он зрел долгие годы во мне. И последние годы я уже прекрасно понимала, что надо уходить с телевидения. Но я понимала, что если даже я уйду с первого канала, то, устроившись на другой канал, там будет абсолютно то же самое. Потому что все телеканалы находятся под властью Кремля. Это будет та же самая пропаганда. Поэтому последние годы я даже думала о том, чтобы просто сменить свою деятельность. Ну, была, естественно, как у любого нормального человека, куча проблем. Был тяжелый развод, недостроенный дом, двое детей, которых надо было кормить. И я никак не могла принять это решение. Но в тот момент, когда наступила война, это уже была такая точка невозврата. Когда уже дальше молчать было нельзя. И тут уже в этот момент ты уже выбираешь, что сытый желудок или чистую совесть. Я выбрала чистую совесть. И сейчас очень долго расплачиваюсь за это. Как вам пришла идея провести антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала? Спонтанно абсолютно. Потому что, когда началась война, я не могла просто ни есть, ни пить, ни спать. У меня был очень сильный шок эмоциональный. Я никогда не могла представить, что российские самолеты полетят бомбить Киев, Львов, Одессу. Поэтому, пребывая в этом шоке, я очень долго не понимала, что делать. Вначале у меня была мысль бежать на Манежную площадь, протестовать вместе со всеми. Но я видела, что людей, которые протестуют, просто закидывают в автозаки. И никакого результата особого это не дает. Меня просто остановил сын. Он вырвал у меня ключи из рук от машины и сказал, «Мама, ты сошла с ума, сиди дома, молчи». И в тот момент я поняла, что мне не надо делиться этой информацией ни с кем. Тогда мне пришла в голову идея устроить протест в прямом эфире. И я просто купила ватман, фломастеры, маркеры в соседнем магазине. И буквально за несколько минут нарисовала этот плакат. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лейгарств. Многие спрашивают, почему на английском языке. Английская часть была для западной публики, естественно. Я хотела показать всему миру, что мы, русские, против войны, что мы не все идиоты, которые стадом поддерживают эту войну, что очень многие из нас хотят протестовать, но не могут. А для россиян, для зомбированных россиян, я написала «здесь вам врут». Наверное, это в будущем исследование для психологов, как человеческая психика в разные сложные моменты реагирует на всякие катаклизмы. Моя психика среагировала таким образом. Я поняла, что я просто не могу больше молчать. Когда градус этой пропаганды сразу после начала вторжения достиг каких-то колоссальных размеров, потому что я работала в международной редакции, и перед моими глазами были CNN, Reuters, Associated Press. На их экранах была картинка с миллионами беженцев, плачущих украинскими женщинами, детьми, которые пытались спастись. А на экранах Первого канала были только танки, самолеты, никаких беженцев. Была картинка, абсолютно другая реальность. Бравые российские солдаты идут освобождать население Донбасса. И эти две вселенные, они просто не состыковывались друг с другом. В тот момент, наверное, мое состояние достигло просто какой-то точки бифуркации, и я поняла, что я не буду молчать. Был какой-то кураж, наверное, очень много адреналина. А потом, после того, как я уже это сделала, конечно, был колоссальный страх. У меня тряслись руки, у меня тряслись ноги, я не могла выпить стакан воды. Был шок, конечно. Как отнеслись к вашей акции коллеги с Первого канала? Все находились в шоке. Все были испуганы. У всех были в тот момент широко открытые глаза. И все понимали, что очень долго они не уйдут больше с работы, потому что это был конец рабочего дня. Естественно, там дирекцию Первого канала наводнили следователей из всевозможных структур, какие только есть, наверное, в Москве. И я думаю, что эта ночь была одной из самых тяжелых в их жизни, потому что публично никто, естественно, не осмелился ничего сказать. Но потом присылали сообщения со словами поддержки. Я даже знаю, что один человек, который активно слал мне слова поддержки, он был тоже объявлен впоследствии британским шпионом и был уволен из дирекции информационных программ. Сотрудники Первого канала понимают, что они занимаются пропагандой, а не журналистикой. Все-все прекрасно понимают. Все играют под четко обозначенным правилом. У этих людей это пик их карьеры. Они стремились к этому, они достигли этого. Они часть этой системы. Другое дело, что некоторые это действительно поддерживают. Но я думаю, что отъявленных путинистов на основных телеканалах процентов 20-30. Остальные просто люди продажные, циничные. Они играют по строго определенным правилам, за большие зарплаты. Прекрасно понимают, что в нынешних условиях Кремль поддерживает только силовые структуры, армию и пропагандистов. Их благосостояние растет. И где находится их совесть, я не знаю. Как они справляются с этим? Те люди, которые реально чувствуют этот когнитивный диссонанс, они спиваются, они уходят. Все, кто мог, я думаю, уже ушли. А те, кто остался, те играют по этим правилам, которые им предложили. Почему вы не остановились и продолжили свой протест? Двигал колоссальный протест, потому что то, что касается вот этой акции, которая была на Кремлевской набережной, это было сразу после моего возвращения в Москву. Я прилетела бороться за своих детей, потому что в тот момент мой экс-супруг, который работает на телеканале «Раша Тодей», подал против меня всевозможные иски, пытаясь лишить меня родительских прав, отнять у меня все имущество и автомобиль, и все-все-все, что только возможно, требуя выплаты алиментов и так далее, и так далее. Ну, в общем, очень грязная, некрасивая история. И я прекрасно понимала, что единственный мой путь вытащить оттуда своего ребенка – это вернуться в Москву. И в тот момент, когда я вернулась, мне не позволяли видеться с дочерью. Мой супруг просто бывший супруг, он увез дочь в неизвестном направлении. Я, как тигрица, запертая в доме, рвала, метала, звонила всем, в общем, пытаясь вернуть своего ребенка. И в этот момент произошел обстрел Винницы. Вы, наверное, помните эту девочку, которая на лавандовом поле, в таком фиолетовом платье. И, в общем-то, это был ужас и кошмар. Я рыдала. Я сказала, сколько можно, сколько можно убивать детей. Я просто взяла очередной лист, очередной постер и пошла к Кремлю. Мои друзья сказали, что это самое было правильное решение, потому что в тот момент был очень большой накал, эмоциональный накал. И мне было уже, честно говоря, все равно. Я уже переступила эту красную линию, за которой была точка невозврата. И я могла говорить все, что я хотела. И могла протестовать любыми способами, какие были мне доступны. Еще до этого протеста я ходила к басманному суду поддержать Яшина, когда его судили. Гориного тоже ходила поддержать. За что мне тоже было еще несколько административных статей у меня за дискредитацию армии в связи с этим. Вашу семью расколола война или раскол произошел раньше? Раскол произошел раньше, потому что мои политические взгляды начали со временем трансформироваться и меняться. Мы очень долго спорили с моим экс-супругом, который работал на Арти. Я говорила, что ваш телеканал просто такой сателлит, который не приносит никакой пользы. Огромные деньги идут на финансирование этого канала, который занимается только пропагандой. Но мой супруг всегда говорил, что этот канал же кормит тебя и твою семью. Ну и что, что он меня кормит? Все в нашей стране неправильно, все прогнило насквозь. У нас нет независимых медиа, у нас нет свободных судов, у нас нет свободы слова, у нас нет ничего. Наша страна просто гниет изнутри. И мы постоянно спорили, мы постоянно ругались на эту тему. В конечном итоге наш брак распался. Политические разногласия – это была одна из, наверное, главных причин. Как вам удалось забрать свою дочь? Эта история очень драматичная, потому что когда в августе меня посадили под домашний арест, мою дочь забрал мой бывший супруг, он запер ее просто у себя в доме и сказал, что маму ты больше никогда не увидишь. Естественно, ребенок в 11 лет, девочка, хочет к маме. Мы не могли с ней общаться, потому что мне запретили пользоваться телефоном, интернетом. Дошло до того, что она не могла ходить даже в свою школу, потому что ее документы отец забрал из школы и перевел ее в другую школу. Но в какой-то момент она просто сбежала от отца. Она вызвала Яндекс.Такси и приехала ко мне. Я в тот момент уже сидела под арестом. Она рыдала, потому что отец и брат звонили ей по телефону и говорили, что ты делаешь, твоя мать преступница, быстро вернись обратно. К нам приходила опека, мы держали оборону, но в тот момент опека не могла забрать ребенка, потому что я еще не была лишена родительских прав. Ребенок находился по месту прописки вместе с матерью, поэтому забрать ее было юридически невозможно. И в тот момент, когда она оказалась со мной, мы начали планировать этот побег, побег из России, потому что это был единственный способ спастись и уцелеть. В противном случае это бы закончилось все печально. Я сейчас уверена, если бы мы не сбежали из России, я бы сейчас сидела в российской тюрьме, а моя дочь воспитывалась бы отцом-патриотом, который заставлял бы ее ходить на уроки о важном и слушать всю эту пропагандистскую чушь. Дочь поддержала вас, а сын поддержал отца. Вы продолжаете общаться со своим сыном? Нет, к сожалению, мой сын полностью прекратился со мной общение. Я думаю, что это такой сейчас максималистский возраст подростковый, когда нету каких-то полутонов выбирается или одна, или другая сторона. Ну и в то же время, как бы, отец сейчас обладает силой, властью, деньгами, поэтому выбор подростка был очевиден. Чувство вины за то, что вы работали на пропаганду, у вас есть до сих пор? Чувство вины есть, есть чувство вины, есть внутри, конечно, вопрос, почему я не сделала этого раньше, потому что, естественно, я задаю этот вопрос себе, и меня мучает совесть, потому что надо было раньше присоединиться к каким-то силам оппозиционным, может быть, попытаться, как сделала моя подруга, она в свое время ушла с телеканала России и стала работать вместе с Ходорковским, потом она стала работать во Free Rush Foundation. Наверное, мне нужно было выбрать такой же путь, потому что они... потому что это был бы правильный путь. Но, к сожалению, я не нашла в себе сил сделать это раньше. Почему история России откатилась назад? Что и когда люди сделали не так? Мне кажется, последней точкой такой невозврата были вот эти вот протесты на Болотной. Тогда еще что-то возможно было изменить, какая-то теплилась надежда. Если бы мы тогда, наверное, вышли все вместе, а не сидели в своих теплых местах, мне кажется, что-то в тот момент можно было изменить. Позже уже нет. Почему эта война стала возможной? Я думаю, что все население России, оно сплотилось в таком патриотическом угаре, в таком имперском шовинизме. Ну, тут в какой-то мере есть и вина Запада, потому что, накладывая какие-то очередные ограничения только по паспорту из-за того, что у тебя российский паспорт, и накладывая какие-то очередные санкции на всех подряд без разбора, мне кажется, Запад даже толкнул россиян в объятия Путина. Путин построил стену вокруг России, а Запад построил вторую стену вокруг России. И выхода из этого не видно никакого. И поэтому даже люди, которые в начале войны, много моих друзей, они были настроены против войны, против Путина, наблюдая за всем этим, они кинулись обратно в объятия Путина, потому что они не видят другого выхода, они не видят выхода из этой ситуации. И вот это самое страшное. Есть ли какое-то противоядие от пропаганды? Противоядие такое, устанавливать своим пожилым родителям медузу, в телефон, ставить им в Ютубе «Дождь», телеканал «Дождь», блокировать российские телеканалы. Это единственное, мне кажется, противоядие на данный момент, чтобы ваши родственники, которые зомбированы пропагандой, пожилые родственники, чтобы они получали эту независимую информацию. Потому что я потихоньку стараюсь пересылать своей маме какие-то статьи из «Медузы», из других независимых медиа, чтобы она могла читать и чтобы она могла видеть другую точку зрения. Самое главное – не оставлять своих пожилых стариков один на один с телевизором. Как к вашему поступку отнеслась мама? Она сказала, что я предательница, которая выступила против Путина, осмелилась протестовать против власти. Она искренне считала, что мое место в тюрьме. Но думаю, что сейчас как мама она счастлива, что я все-таки на свободе, а не в тюрьме. Но самое ужасное было то, что когда адвокат прислал мне все материалы дела, мы сейчас готовим соответствующий иск в Комитет по правам человека в ООН, и мне прислал адвокат все, наконец-таки, материалы из Москвы. Я начала это читать по уголовному процессу, по гражданскому процессу, в связи с лишением меня родительских прав. И вот это самое ужасное, что моя семья свидетельствовала против меня на всех судах. Это практически как мой сын, как Павлик Морозов. И в какой-то момент, долгое время я писала ему, но когда в последний раз я почитала эти материалы из суда, и я почитала все это, и мне стало так отвратительно и так плохо, что я просто прекратила даже писать ему. Я думаю, что история нас рассудит. Что не так с людьми? Почему они встают на сторону власти, а не близких? Я не знаю, что-то сломалось после начала этой войны, потому что в Москве такой запредельный уровень агрессии и ненависти по отношению к всему инакомыслящему, по отношению к всему, что не вписывается в какую-то парадигму государственную. Я не знаю, почему это с нами произошло. Наверное, все-таки действительно пропаганда имеет огромную силу, потому что многие россияне находятся внутри этого информационного пузыря, и они по неволе пропитываются этим и учатся ненавидеть всех. Учатся ненавидеть Запад, учатся ненавидеть украинцев, учатся ненавидеть мигрантов. Эта философия ненависти и агрессия стала, наверное, национальной идеей в последние годы в России. Причина в очень низком уровне жизни, потому что люди агрессивны, они ненавидят всех, потому что у них настолько низкий уровень жизни. Только 5% россиян ездили за границу в такие страны, как в Европу, в США. Остальные 95% никогда не покидали пределы своего района, своего края, своей области. Они не знают, как живут другие люди. Они не знают, как живут люди на Западе. Насколько они свободны. Насколько у них другая ментальность, другая жизнь. Они просто верят тому, что рассказывает каждый день им путинский телевизор. А путинский телевизор, он выбирает только самые негативные факты из большого объема информации, связанные с Западом, с США, и постоянно транслирует их. Они в своей ненависти и агрессии, это ненависть и агрессия к низкому уровню жизни, но они проецируют эту ненависть и агрессию по отношению к Западу, к США. Вы понимаете, это такое поколение, которое воспитывалось еще в Советском Союзе. И они априори верят, все, что происходит наверху, все, что делает президент, он всегда прав. Это люди советской закалки. Они не привыкли к инакомыслию. И поэтому, может быть, даже это какая-то защитная реакция психики, чтобы уцелеть в этом репрессивном обществе, нужно думать так же, как все. В России вас приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Это мешает вам сейчас жить? Это накладывает, конечно, определенные ограничения. Я не могу свободно ездить, например, я не могу поехать в какие-нибудь арабские страны, в Турцию, да и думаю, что большая часть мира для меня закрыта. Я могу только путешествовать по западным странам, соответственно, только США, Европа. Куда-то в более рискованные места я не рискну полететь. Война надолго? Судя по тому, что сейчас происходит, я думаю, что война надолго. Потому что вы видите, что Запад, с одной стороны, не хочет, чтобы Украина проиграла, но в то же время он не позволяет проиграть Путину. Это такая ситуация, она сейчас застыла. И я думаю, что путинизм будет еще крепчать, и он надолго. И я думаю, что на мой век уже не хватит. Я уже думаю, что я не вернусь в Россию, потому что мне уже не 20 лет. И те события, которые будут происходить дальше, ну, как бы ничего позитивного я не вижу в этой стране, и ничего позитивного не будет. Никаких предпосылок для массового протеста я сейчас в России не вижу. Как будет развиваться дальше эта ситуация, в первую очередь, зависит от США. Вы прекрасно знаете, от Запада. Я не вижу какой-то сейчас политической воли, политической решимости Запада помочь Украине так, чтобы она победила в этой войне. Но вы понимаете прекрасно, что будущее России зависит только от того, чем закончится эта война. Если Россия проиграет эту войну, то у нее есть какие-то перспективы для того, чтобы вернуться к демократическому строю. Что могут сделать те, кто уехал, для того, чтобы война быстрее закончилась? Я думаю, в первую очередь не молчать, в первую очередь не молчать, потому что мы здесь находимся в странах, в которых можно говорить, в которых можно активно высказывать свою позицию. Я знаю, что очень многие мои бывшие коллеги смотрят на меня, они наблюдают за мной, они слушают, что я говорю, и в их душе есть это семя сомнений. И поэтому, может быть, в какой-то решающий момент они выберут правильную сторону истории. Вы не жалеете, что выбрали эту сторону? Ой, это очень сложный вопрос. Иногда я думаю, зачем тебе это было все надо? Потихоньку бы продала дом, собрала вещи бы и уехала. Ну, к сожалению, я пассионарий, который такой пассионарий, который не смог молчать, когда происходило самое ужасное зло, наверное, в 21 веке. К сожалению, моя психика отреагировала так, и как бы уже поздно о чем-то жалеть, что произошло. Все это пофиг. Очень боюсь потерять внутренний стержень, боюсь упасть на социальное дно, боюсь потерять источники существования, боюсь превратиться в настоящего действительно парижского клошара. Очень много чего боюсь. Боюсь за свою дочь очень сильно. Она, наверное, мой основной стимул не упасть на социальное дно и продолжать двигаться, продолжать развиваться, продолжать стремиться к чему-то. Потому что, когда мы оказались здесь во Франции, никто из российской оппозиции не поддержал меня ни в моральном, ни в материальном плане. Я пыталась выкарапаться с самого дна. Единственные, кто оказывал поддержку в тот момент, это были репортеры без границ. Но в какой-то момент они уже сказали, что мы не можем тебе помогать с жильем, потому что ты должна снимать квартиру самостоятельно. Мы в какой-то момент поселились в квартирке в пригороде Парижа. Это была квартирка общей площадью 20 квадратных метров. У нас была 10-метровая спальня на двоих, на полу валялся матрас, я на нем спала, у дочери была кровать временная. И мы рыдали с ней обе. В этот момент как раз происходили все эти события в Москве, когда мне вначале дали 8,5 лет тюрьмы, потом меня лишили родительских прав, и мое эмоциональное состояние было просто ужасным, что в конечном итоге у меня случился какой-то психологический коллапс, я очнулась в реанимации, я потеряла способность вообще. У меня просто в одну секунду случилось так, что я не могла двигаться, я не могла разговаривать. Вот полная какая-то прострация, полный упадок сил. В общем, врачи сказали, даже думали в какой-то момент, что это отравление, но это было, слава богу, не так. Это был психологический коллапс, насколько я понимаю, потому что у меня закончились силы бороться. И я помню просто, как рыдала моя дочь, она говорила, мама, ради бога, только не умирай, только вот живи. И я поняла, что мне надо делать что-то, мне надо продолжать бороться, идти дальше. И вот с тех пор я взяла себя в руки и продолжаю бороться. Несколько проектов. Основной проект – это создание документального фильма «Пропаганда и свободе слова в России». Мы делаем ее вместе с британскими документалистами. Там сейчас к проекту подключилась BBC. Другой проект – я пытаюсь все-таки работать, заниматься политическим активизмом совместно с Геннадием Гудковым, потому что мы здесь вместе оказались в эмиграции. Он тоже получил недавно политическое убежище, тоже здесь, в Париже. И пытаюсь наладить бизнес, но пока это все очень хрупкое. Я пыталась устроиться в несколько российских оппозиционных медиа, но каждый раз натыкалась на отказ, и потом я просто перестала это делать. Наверное, их неустроил мой бэкграунд. Ну, поняла, что не могу работать уже как журналист, потому что в какой-то момент уже все внутри сломалось, и я не могу писать. Я написала книгу, наверное, это была такая возможность выговориться. И после этого, особенно наблюдая за всеми этими склоками российской оппозиции, желание писать, говорить, оно уже сходит на нет. О чем мечтаете? Мечтаю дать дочери хорошее образование. Мечтаю выбраться из этого ада, в котором оказалась. Мечтаю как-то наладить свою жизнь. Ну, и мечтаю, конечно, впоследствии обнять своего сына. Я надеюсь, что он все-таки одумается в какой-то момент. Надеюсь, что моя мама не умрет без меня в России, потому что я даже не смогу приехать на похорон. А вот я надеюсь, что она будет жить долго, до тех пор, пока этот морок рассеется. Музыка Музыка —' Субтитры создавал DimaTorzok